В эфире программа «Контрасты души» и ее ведущий Александр Шатан. Здравствуйте! У нас в гостях Виталий Кисер, пастор церкви. Здравствуйте! Здравствуйте, Виталий! Сегодня мы будем говорить о теме, которая достаточно остра, потому что это звучит как удовольствие и христианство. Вообще, насколько эти вещи совместимы? Дело в том, что изначально христианство подается как религия отказа. Отказа от мира, от суеты этого мира, от удовольствия этого мира. И вдруг вот есть какая-то другая точка зрения, оказывается. Да. Я думаю, Саш, что основная проблема вообще того, что происходит в нашем мире и почему люди не хотят воцерквляться, то есть становиться верующими людьми, не просто религиозными людьми, которые ходят в церковь. Вот он ведет образ жизни такой, как он ведет, и вот он изредка приходит в церковь для отпущения грехов. Ритуально. Ритуально, да. Соблюсти, заплатить определенную, я не знаю, мзду нести, чтобы как-то там загладить все свои вот эти проделки какие-то. И одна из этих причин, почему люди не хотят быть верующими людьми, заключается в том, что в обществе и в сознании людей сформировано неправильное вообще отношение к вере и к Богу. И в чем это неправильное заключается? Вот это неправильное отношение заключается как раз в том, что люди думают, что чтобы стать верующим человеком, значит, надо отказаться от всего, то, что меня окружает в этом мире. Так оно так и есть. Что значит, стать несчастным? Ну, не несчастным, а стать, сказать, отказаться от этого мира, да? Почему написано, если ты не умер для греха, то ты для него живешь. Что такое грех? Ну, давайте перечислим, что такое грех? Грех есть беззаконие. Ну, это юридически. А если вот на бытовом уровне, то грех это что? Это то, что как раз и получаешь от этого удовольствие, да? Например, сладкие пирожки, которые ты кушаешь, тебе нельзя. Например, у тебя диабет, для тебя грех скушать пирожки. Ну, это грех. Почему грех? Ну, потому что ты лишаешь себя здоровья. Например, секс, да? Общение с противоположным. В принципе, это грех. Почему грех? Ну, потому что хочется не только с женой. Или ты еще не женат, а для тебя это связано с грехом. Обжорство греха. Ну, давайте семь смертных грехов, да? Похоть, гнев, себелюбие и так далее. Ты должен от этого отказаться, безусловно, да? Но это приносит удовольствие. Иначе бы это не было так популярно. И там азарт, да, игры приносят удовольствие. Шоппинг, да, приносит удовольствие. Но мы же не можем сказать, что христианин может быть христианином, совершая шоппинг. Саш, может быть, вот это удовольствие, о чем ты говоришь, это навязано удовольствие? То, которое сформировано в сознании людей, что это удовольствие, на самом деле, может, это вовсе не удовольствие? Я не знаю, но человек в субъективе, но он же не смотрит на статистику и не сверяется со статистикой, чтобы понять, это удовольствие или нет. Ему это нравится, он спустил 100 тысяч рублей за полчаса, ему это нравится. Многие люди делают это не потому, что нравится, а делают это потому, что делают все. Ну, к примеру, вот уже широко стало такое популярное, вот есть модельный бизнес, и модели должны были соответствовать каким-то определенным стандартам. И я вот смотрел, что доводили себя до смерти, то есть люди просто истощали себя и умирали. И даже уже на законодательном уровне вроде принимаются такие решения и законы, чтобы модели этих не доводить до того состояния. Но красота требует жертв. Но это навязано, это навязано людям, это навязано сознанию. И люди начинают делать то, что может быть даже им не хочется, и говорят это, что это удовольствие. Давайте мы вот возьмем с тобой так, как вообще изначально Бог сотворил человек. Да? Вот мы с тобой сотворены Богом, правда? Ты сотворен, я сотворен. Ну, если вы, конечно, верите в то, что вы сотворены, что Бог в этом участвует. Вот смотрите, как я сотворен. Во-первых, мне Бог сотворил, у меня есть глаза. Я воспринимаю этот мир глазами. И я вот интересно так устроен, что когда весна, рассвет вот этих цветочков, там птички начинают петь, бабочки порхать, я, будучи мужчиной, получаю это удовольствие. А я нет, например, у меня аллергия на это цветение, я когда-то вижу цветение, мне сразу плохо. У меня глаза, кстати, красные становятся, и мне на это смотреть неприятно, мне проще осень. Потому что вы заболели, заболели, вы больны. А мне красиво осень, когда все умирает, когда все желтое, красное. Хорошо, мы с вами, позиция у нас одна. Мы через глаза получаем удовольствие. Слух наш. Мы слышим, вот лиши человека глаза слуха, человек уже становится неполноценным. Он лишен множества радости жизни. Потом вкусовые рецепторы. Вы воспринимаете пищу, вы не траву едите, правильно, такую безвкусную, этот, пенопласт. Вы же не пенопласт едите, вам нравится кушать и получать от того, что вы кушаете. Пусть это будет в малых количествах, но оно должно быть приготовлено со вкусом, вы должны от этого получать удовольствие. Правда? То есть, как нас Бог устроил? К тому же, даже о интимных отношениях, о которых вы сказали. Сексуальные отношения. Бог сотворил мужчину и женщину, сотворил их и в Эдемском саду сказал, плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю. Даже тогда, когда мы, любя друг друга, находясь в браке, живем для продолжения нашего рода, то есть для того, чтобы появлялись дети, даже интимные отношения, от них мы получаем удовольствие. Хорошо. Наслаждение. Я бы согласился с вами, если бы практика этому не противоречила. Потому что у меня есть двое детей, и им нужно кушать. И я им пытаюсь навязать какие-то вкусы, привычки. В нашей среде принятые, например, манная каша. Ну, она же невкусная, реально, да? Но мы навязываем ребенку, да? Какая каша невкусная? Ну, манная. А, манная каша? Ну, манная. Ему она невкусная. Он ее попробовал, не нравится. И я теперь должен убедить, что ему это вкусно, что нравится. Мы начинаем там всякие нюансы, да? Вот воспитываем вкусы, так скажем. Да, там, у меня сын, например, заявил, что он суп теперь не ест. Да, ему три года, а он уже заявил, что суп не ест. Потому что это противоречит ему вкусам, он не получает этого удовольствия, да? Я согласен с ним. Но в любом случае я должен воспитывать вкус. И любые наши вкусы, это все воспитанные вещи. Одним нравится смотреть на квадрат Малевича, и они от этого испытывают какое-то воодушевление. А другие, наоборот, да? То есть ничего не везет. Расстраиваются. Расстраиваются, да, этим высоким искусством. То есть вопрос в чем? Что все это очень субъективная вещь. Нет объективного понимания, что такое удовольствие для конкретного человека. Нет. Объективно то, что мы от этого получаем удовольствие. Является ли это такой ценностью? Это ценность. Проблема заключается в том, что у каждого из нас свои вкусы. У каждого из нас свои какие-то привязанности. Допустим, вы любите апельсины, а я люблю яблоки. Но тем не менее, когда мы их кушаем, мы получаем удовольствие. Правильно? То есть наши рецепторы так устроены. Мы так устроены. Мы созданы. Но где есть объективная оценка тому, что это все правильно? Например, дьявол с этим же вопросом подошел к Христу и говорит. Слушай, ты голодный, вот камни. Давай сделаем что-то, чтобы лодой. Ты ради этого живешь собственно, ради удовольствия. Вот есть хлеб, ты должен это скушать. Сорок дней не ел. Христос ему говорит, не хлебом единым будет жив человек. То есть не удовольствием только, оно и словом исходящим. Это Иисус Божий. То есть Бог говорит, что не главное, чтобы ты получил, удовлетворил все свои потребности, получил удовольствие. Есть вещи важнее. Отсюда есть идея, что христианство это все-таки аскеза. То есть отказ от удовольствия мира ради благ будущего. И Петр, помните, у Иисуса спрашивает. Мы ради тебя уж отказались и от рыболовства, да, от бизнеса своего и от семьи оставили. А что мы получаем взамен? Христос говорит, больше получите. Да, но Христос как раз так и говорит, что получаете здесь, на земле, в сто раз больше того, что оставили. И в грядущем жизнь вечна. Проблема, может быть, заключается не в том, что, допустим, даже вот эта аскеза, о чем люди думают, что если они начнут себя лишать вот этого удовольствия, которое они получают в этом мире, то таким образом они перейдут в мир духовный и получат какую-то награду в грядущем мире. Так ведь переходят. Проблема заключается в следующем, что рай или царство Божье, во-первых, его нельзя заработать. Во-вторых, его нельзя вымолить, его невозможно выпросить. Когда мы читаем Слово Божье, то в Библии написано, что рай или жизнь вечна это дар, это подарок. Подарок, который Бог подарил человеку. И достоянием человека этот подарок становится только тогда, когда человек верой принимает Иисуса Христа. Я могу со своей стороны, наоборот, возразить следующее, что, допустим, дьявол, зная, или Люцифер, зная, что к Богу доступ прямой, и что спокойно можно войти в Царство Небесное, достаточно принять верой Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, создает на пути к этому определенные преграды, чтобы напугать человека. Ну, допустим, вот я знаю множество людей, родители, чьи верующие, а дети занимаются бизнесом. Я с ними общался, пересекался очень часто. И, скорее всего, получается так, что родители неправильно доносят до детей смысл веры, смысл Евангелия. И вот общаясь с этими молодыми людьми, одного я знаю, такой успешный бизнесмен, я его приглашал. Я ему говорю, слушай, ну почему бы тебе не стать верующим? У тебя родители верующие, почему ты не веришь в Бога? И он мне прямо отвечает, чтобы стать верующим человеком, значит, я должен отказаться от бизнеса, значит, я должен отказаться от этих поездок со своей женой. А он уже думает не только о себе, но о своей жене. И он думает так, как мужик, ладно, я бы, может быть, согласился быть верующим, там отказался от бизнеса, отказался от того. Ну, а что делать с женой, которая говорит, слушай, я хочу ехать сегодня в Египет. Или, допустим, в этом году мы решили поехать в Египет. И вот со мной он говорит, как я могу ей отказать. Я вижу, что человек совершенно не понимает смысл веры, что он совершенно не воспринимает, что Бог дает верующим людям. Что вера, верить в Бога, это не ограничивать себя во всем. Верить в Бога, это не быть аскетическим человеком. Верить в Бога, это понимать, что ты образ Божий. Понимать, для чего ты рожден. И что смысл твоего существования, конечно, не в том, чтобы только есть. Я живу не для того, чтобы есть, а ем для того, чтобы жить. Но я хочу есть вкусно. Понимаете? Я не хочу есть прогорглую пищу и думать, что через это я войду в Царство Небесное. Нет, безусловно, себе вредить не нужно. Ну, конечно. Конечно. Вы отправите себе здоровье. Да, вопрос в другом, что насколько эгоизм пестуется вот этой вот тягой к удовольству. То есть на самом деле мы... Ведь самая большая проблема, которая есть у человека, это его эгоцентричность. И когда мы говорим, что человек создан для удовольствия, человек получает эти удовольствия извне, к сожалению. Да, так или иначе, он получает из внешних источников. И зачастую он их получает за счет других, эти удовольствия. Да, та же еда. Да, в мире, например, голодает там миллионы людей. Ну, знаю. Многие страны выбрасывают еду, даже... Соединенные Штаты Америки выбрасывают помойку столько, что можно прокормить несколько Африк. Ну, да, и в Европе это же проблема, да. С другой стороны, мы поедим синтетическую еду. Как можно от нее удовольствия получать? С третьей стороны, там, те же сексуальные отношения, да. То есть за счет других человек их используют. Да, вместо того, чтобы дарить, это он пытается получить. И вот эта вот идея, что ты должен что-то получить, она, мне кажется, не христианская. Потому что христианство, оно все-таки в том, чтобы давать. И Христос, написано, пришел и обнищал ради нас, и подарил нам себя, и жизнь свою, и так далее, чтобы мы обогатились его богатством, пишет апостол Павел, да. То есть я думаю, что все-таки вот аскеза, хотя бы минимальная, она все-таки должна быть, что я должен от чего-то отказываться, воспитывать себя, а не пестовать свою распущенность. Угу. Но видите, когда мы говорим об удовольствии в жизни христианской, речь не идет о том, чтобы воспитывать в себе пристрастие к удовольствию. Пристрастие к тому, чтобы жизнь свести только для того, чтобы получать удовольствие. Когда мы говорим о жизни во Христе или в вере, оно само собой подразумевает, что ты уже получаешь удовольствие, и ты просто-напросто должен научиться ценить это, вот это наслаждение, это удовольствие, которое тебе Богом даровано. К примеру, я считаю, что только искренний человек может быть благодарен Богу. То есть благодарность, она подразумевает искренность. Правильно? К примеру, как я могу быть благодарен Богу, если не оценил того, что он сделал мне? Если я не оценил, значит, я не получил от этого удовольствие. Ну, к примеру, как я могу быть благодарен человеку, если он мне ударил молотком по пальцу? То есть если мне больно, я страдаю. И я ему, ну как сказать, я сердечно вам благодарен за то, что вы мне ударили по пальцу? То есть если я Богу благодарен и выражаю ему свою благодарность, значит, я должен выражать ее за что-то. Давид так говорит Псалме, Господи, дивно устроен я. Он осознает вот ту красоту, которую Бог в него вложил. Он осознает вот то, что он, живя в этом мире, получает от этого наслаждение, и он за это Богу возносит благодарность. Да, я согласен. Да, в Сидуре или в молитвах еврейских, да, есть одна из молитв, когда человек видит необычные вещи в первый раз, или чудеса, которые он видит, он должен хвалить Бога за эти чудеса. Например, идет и радугу увидел, да? Да, слава Богу, красота. Да, он должен хвалить Бога, да, или красивую девушку увидел, должен хвалить Бога. Это Богом данные вещи, да, которые чудесным образом как-то тебе в жизни встречаются. Но с другой стороны, есть такая жена Иова, которая говорит, да, прокляни Бога, и все, давай закончим. Потому что мы, в принципе, для удовольствия должны жить. Вот ее мотив. А он ей отвечает, слушай, что мы хорошее будем от Бога принимать, а плохое не будем. И у меня вот вопрос. Если мы говорим о том, что человек призван для того, чтобы все хорошо у него было, то тогда мы Бога можем неправильно нарисовать, как благоподатель, да, ну, то есть благодетель наш. Но с другой стороны, мы должны понимать, что когда с нами происходит отказ от чего-то, что это тоже нам наука. Понимаешь, Александр, дело в том, что удовольствия библейского масштаба или библейского плана, они не сводятся только к удовольствиям физиологических. Когда, вот, допустим, люди в этом мире получают удовольствие от каких-то вещей, там, допустим, они ездят, отдыхают, на море купаются, там, загорают на солнышке, кто-то, может, в огороде копается, получает от этого удовольствие, кто-то кушает, кто-то на женщин там посмотрел, получил от этого эстетическое удовольствие. Библия не ограничивает только этим физическим удовольствием, удовольствия вообще, которые человек получает. Есть удовольствия высшего масштаба, они гораздо больше, чем физиологические удовольствия, удовольствия духовного масштаба, духовные удовольствия, те, которые человек получает, ну, к примеру, приведу пример такой, чтобы было более понятно. Я люблю свою жену, и она любит меня. Но наша любовь друг к другу не ограничивается только все время радоваться и наслаждаться. Наши взаимоотношения с друг с другом иногда, надо что-то в доме убрать, правильно? То есть надо там и помыть посуду, надо и вынести мусор где-то. Ну что, это может быть не всем и понравится, правда? Но я это делаю, вот я это делаю, я мою посуду, я выношу мусор. Почему я это делаю? Потому что я получаю удовольствие тогда, когда моя жена радуется тому, что я сделал. Я оказал ей помощь, она возрадовалась, и это принесло мне удовольствие. И это удовольствие уже выходит за рамки физического какого-то удовольствия. Я знаю, когда мы строим свои отношения с Богом, вот Писание так учит, мы строим отношения с Богом. Бог это мой друг, я с ним строю дружеские отношения. Было бы более правильно сказать так, что Он со мной строит дружеские отношения. И иногда в эти отношения третья сторона вклинивается, то есть желает забить клин между мной и моим Творцом, и Создателем. Каким образом? Сатана пытается лишить меня вот этих физиологических, физических удовольствий, тем самым подрывая авторитет к моему Творцу. Желая вызвать во мне реакцию противную. То есть, если ты меня любишь, если ты строишь со мной отношения, почему ты меня всего этого лишил? У Иова, кстати, вот такая ситуация была. И Ов думал, что всего вот этого, всего богатства, здоровья, его лишил Бог. Но за сценой вот этого происходящего мы видим, что была третья сторона. Тут был дьявол, который хотел разрушить эти отношения. Потому что говорил, что они как раз-то строятся. Ты мне, я тебе. Так вот, я готов, как апостол Павел говорит, я могу жить в скудости, могу в изобилии. Я могу жить тогда и быть благодарен Богу, когда у меня черный хлеб и стакан воды, и быть благодарен Богу. И тогда, когда у меня явство много на столе. Спасибо огромное. В эфире была программа «Контрасты души». Мы рады были вашему вниманию. Всего хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok